Я сейчас хочу сказать коротко на русском языке, потому что вопрос очень важный. Я хочу, чтобы меня понимали все граждане страны, потому что этот вопрос касается каждого гражданина. Неважно, на каком языке вы говорите, какой вы национальности. Уважаемые друзья, сегодня кризис, через который проходит наша страна, является самым беспрецедентным за всю историю молдавской независимости, за всю историю существования Молдовы как независимого государства. Сегодня я считаю, что только досрочные парламентские выборы могут спасти Републику Молдовы, как не только сохраниться как государство, но и встать впервые за всю историю на путь реального развития. Сегодня некомпетентность власти, коррупция, имитация реформ, уничтоженный реальный сектор экономики, проблемы в сельскохозяйственной отрасли. Сегодня фермеры на коленях, забота о деятелях культуры и искусства. Это то же самое, как спыну закупал газ и организован был конкурс Евровидения. Все это сегодня привело меня к тому, что я со всей ответственностью заявляю, что только досрочные парламентские выборы спасут Молдову. Сегодня власть не хочет уходить. И не важно, это президент Майя Санду, парламентское большинство, либо их правительство. Сегодня, чтобы показать, что граждане реально за досрочные парламентские выборы, потому что за год они добьют страну, единственный вариант, показать, что вы, мы все против, это провести национальный референдум. Этот референдум может быть организован президентом страны, парламентом, причем не важно, это ПАС или парламентская оппозиция, потому что одна треть депутата парламента могут инициировать референдум консультативный, законодательный или даже по изменению конституции. Они, к сожалению, не власть, не оппозиция этого до сих пор не сделали. Поэтому сегодня я обратился, обращаясь к президенту страны Майя Санду, к парламенту, инициируйте этот референдум с вопросом, хотят граждане страны или нет досрочные парламентские выборы, чтобы вся страна увидела, что сегодняшняя власть должна уйти на свалку истории. Раз. Почему я обращаюсь к ним, и к президенту, и к парламенту? Потому что, если они не отреагируют на наше предложение, то мы с вами должны будем собрать более 100 тысяч подписей в разных уголках страны, для того, чтобы добиться проведения этого референдума. Но если президент Майя Санду, парламентское большинство, будет издеваться над гражданами страны, не инициирует этот референдум, а будут нас дурачить, как с тарифами и всеми другими проблемами, которые у нас есть, то на референдум мы включим два вопроса. Первое. Значит, досрочные парламентские выборы. Граждане за или против? Граждане Молдовы за или против? Отставки президента страны Майя Санду. И все увидят эти цифры. Я хочу, чтобы каждый из вас знал, почему сегодня важно включить в том числе вопрос за отставку или против отставки президента страны Майя Санду, наши граждане. Отвечу вам очень просто. Сегодня по ночам они подготовили новые изменения в избирательный кодекс, для того, чтобы дать возможность голосовать по почте гражданам нашим и за рубежа, но не всем, а только Канадой и Соединенные Штаты Америки. Потому что свои же в посольстве будут считать, и неважно, или свои же в почте Молдове. А что делать гражданам Молдовы в других странах? Они делают это только для США, Канады, что будут делать наши гражданцы во Франции, Германии, Белоруссии, Румынии, России, во всем мире. Они это делают для того, потому что им этих голосов достаточно, которые они нахимичат в Канаде и США, для того, чтобы Майя Санду выиграла выборы в первом туре. Поэтому они и не делают это для всех, чтобы не заморачиваться. Поэтому я отправлю официальное письмо и президенту Майя Санду, и парламенту Республики Молдова с предложением инициировать референдум с этими вопросами, или мы в ближайшее время начнем вместе с вами собирать подписи по всей стране, для того, чтобы не дать им сфальсифицировать президентские выборы, для того, чтобы не дать им уничтожить полностью Республику Молдова, и для того, чтобы доказать им, что наша страна принадлежит гражданам нашей страны, а не кучке бестолковых проходимцев, которые сегодня хотят, чтобы она исчезла с карты мира, как государство. Я не прошу вас, уважаемые граждане, в данном случае поддерживать нашу партию. Я прошу вас объединиться сегодня и как можно быстрее собрать эти подписи, для того, чтобы мы как можно быстрее провели этот референдум за нашу страну, за будущее нашей страны, всех тех, кто в ней находится сегодня, и всех тех, кто хотят еще в нее вернуться. Обнимаю вас, хорошего дня, увидимся, буду держать вас в курсе всех событий. Спасибо за поддержку, репосты и так далее. Хорошего дня.